на ближайшие пять лет вы наш новый прокурор и знаю что последнее место работы мы об этом сообщали нашим телезрителям вы были начальником отдела областной прокуратуры вот это назначение можно считать ростом по карьерной лестнице или это распоряжение которое любой работник прокуратуры просто был обязан выполнить исполнить согласно нашему таблю рангов да это безусловно повышение но здесь мы люди подневольные какой поступил приказ что важно для в том числе и для российской федерации для нашей службы мы обязаны исполнять поэтому в целом это повышение и возможность применить свои знания на практике на другом направлении более широком более обширным вообще вот это была неожиданность для вас или это может быть исполнение мечты то есть может вы в юности мечтали уже стать прокурором нет в юности может быть как везде как все мечтал там космонавта так далее спортсмен но как-то так в жизни сложилось нравилась литература и истории литература история это либо работать преподавателем либо связывать свою жизнь с юриспруденцией вот как-то так пошло и получилось что я применил применяю свои знания именно на базе юриспруденции то есть вообще неожиданность да то есть вы сидели сидели работали делали свое дело честное добросовестное потом вас вызывает начальника говорит вот так и так конкретно по этому назначению нет почему там же у нас сначала идет постановка в кадровый резерв то есть изначально все равно надо было двигаться по карьерной лестнице и применять свои знания на разных направлениях работая начальником отдела в аппарате направление может быть и важное для для населения но пушка то есть здесь возможность применить свои знания гораздо гораздо больше потому что много направлений надзорной деятельности и прокуратура вообще надирает за исполнением всех без исключения законов действующих на территории российской федерации ну и с учетом ограниченного количества нашей штатной численности то есть разорваться мы в принципе не можем но основные болевые точки координации деятельности правоохранительных органов здесь можно применить свои знания и я считаю это очень интересным направлением и возможность получить опыт помочь вот вы упомянули слово спорт спорт то есть как бы по сути спортсмен любите спорт какой-то каким-то видом интересовали занимались ну конечно я свою жизнь без спорта не представляю вообще когда-то кандидатом мастера спорта по плаванию вот занимался хоккеем футболом сейчас посещает тренажерный зал то есть свою жизнь без спорта не представляю и поэтому сейчас создаем команды из правоохранительных органов может быть в плане футбольных каких-то турниров то есть даже с богдановича скамышлова там же заявки есть то есть это ну как-то привносит в жизнь какие-то новые новые краски ну и свою жизнь без спорта не представляет вообще так поняла что юридическая стезя она вот ваша да вот что привлекает больше всего вам вообще юридическое и прокурорское они очень тесно связаны ну вообще в своей деятельности и какое-то самоудовлетворение от работы приносит именно решенные проблемы граждан прежде всего то есть вот приехав сюда сразу обратил внимание огромное количество проблем то есть там и качество дорог и изношенность сетей и водоснабжение отопления то есть освещение города то есть непочатый край работы но это не только прокуратура может решить это общее дело в принципе все граждан администрации там муниципальных органов но я думаю мы наладим взаимодействие со всеми этими службами и структурами и постараемся большинство всяком случае проблем решить слова семья у вас есть семья дети и они пока где-то в отдалении до семья есть я планирую перевести но сухой лог это обязательное условие жена наверно изначально это восприняла но нет как и готова поехать именно сюда но пока надо решить бытовые бытовые вопросы пока пока не получается конечно до конца это все сделать но как только вот бытовые вопросы мы решим безусловно семья будет здесь то есть полноценная семья это тоже ну и самоудовлетворение и от работы будет наступать ну в целом без семи себя не представляют то есть это это единое целое ячейка общества ну а дети дети ну в планах конечно есть в планах ясно а вот все-таки мы приехали и первые задачи допустим две-три которые вы перед собой поставили потому как вот я посмотрела у вас уже ухоженная территория высвободили от листвы появились новые саженцы молодые то есть буквально вот вы совсем ну сказать несколько дней тут работаете уже есть перемены внешние ну а вот самые внутренние вопросы работы вашей коллектив прокуратуры это единое целое ну как я считаю и ну с чего надо было начать прежде всего это создать условия для работы то есть это обеспечение оргтехникой канцелярскими принадлежностями освободить комитеты кабинеты от ненужных бумаг все это освободить ну в общем решить все бытовые проблемности с отоплением с водоснабжением с сигнализацией с освещением то есть это необходимые условия чтобы коллектив мог достойно качественно выполнять свои должные обязанности поэтому по мере возможности первое чем чем я занялся это помимо текущей работы это вот именно материальные бытовые условия работы коллектива и в процессе уже естественно с первого дня вникать в проблему города то есть это встреча со всеми представителями кто обладает знаниями о проблемах то есть это и правоохранительные органы и муниципальные служащие и представители общественности и прием граждан вот и то есть основная задача сейчас получить максимальный объем информации о проблемах которые есть проблемы все решить наверное невозможно никогда то есть к этому на только стремиться вот но для начала надо хотя бы их осознать то есть осознание проблемы это 50 процентов ее решений и потом уже вот с учетом объема сил там количество сотрудников возможностей там правоохранительных контролирующих органов органов уже спланировать с чего мы можем начать и какие проблемы решить в первую очередь что можно что может подождать ну вот у нас предстоят выборы главы то есть важная такая задача перед городом стоит вы будете осуществлять вот прокурорский надзор за процессом за самим конечно это выборы не прямые выбирать будет отсеивать кандидатов будет комиссии специальная конкурсная выбирать дума вы как прокурор города намерены вмешиваться в процесс или просто надзирать и поправлять где-то вмешиваться в процесс безусловно не намерен и законам этого не позволяет жители города определились со своими народными избранниками которые должны выбрать главу городского округа вот но вся эта процедура регламентируется законом и здесь вот возможны нарушения и сейчас в том числе поступают отдельные жалобы именно на процесс формирования комиссии и так далее на и на работу городской думы здесь в каждом конкретном случае вот по поступившим обращениям мы разбираемся и принимаем все меры чтобы процесс был в полном соответствии с действующим законодательством и второй вопрос сейчас такая я бы сказала может быть горячая пора мобилизация пока она закончена но вероятно не завершена может быть и завершена вот к вам обращаются жалобами семьи мобилизованных сами мобилизованные есть да безусловно жалобы есть то есть у нас сорок первого года мобилизация не проводилась вот соответственно и контролирующие органы и правоохранительные и военные комиссариаты и военные то есть комментировать эту ситуацию наверно не надо но у граждан возникают вопросы здесь когда они приходят мы стараемся по максимуму даже если не входит это в нашу компетенцию и разъяснить действующее законодательство и помочь и семьям и сами мобилизованными конечно безусловно мы все с каждым общаемся и стараемся помочь и разъяснением законодательства и решить какие-то другие вопросы в том числе бытовые улиц которые мужья сыновья которых пошли защищать наш родин у нас много конечно диванных критиков или кухонных как называют обсуждений но люди там жалуются на власть и жалуются на жизнь но не предпринимают ничего для того чтобы улучшить недаром ведь правильно говорят особенно вот в девушке да кто как ним и когда если не теперь то есть еще хорошая фраза начни себя то есть начни с того что если ты обиваешь пороги каких-то может быть компании администрации тебе не помогают то вы всегда работаете по жалобам то есть человек может прийти или письменно обратиться и в общем-то прокуратура все равно не оставляет ни одного обращения вот поскольку ну как я знаю как мне известно ни одного обращения без внимания то есть не критикуй а предлагай решай вопросы и прокуратура здесь в помощь вам любому гражданину правильно да хорошее утверждение упомянули критикуя предлагай то есть если человек там в средствах массовой информации социальных сетях что-то критикует и ничего не предлагает результат такой деятельности не знаю какой в ней смысл вообще заработать себе какую-то популярность огромный источник информации нарушениях закона это обращение граждан то есть если гражданам стало известно то что чьи-то права нарушены где-то нарушается закон не могут обратиться в органы прокуратуры это один из основных источников информации общее состояние законности и благодаря этим жалобам мы можем и скорректировать работу и правоохранительных и контролирующих органов к вам обращаться можно в какие-то определенные дни или по острым вопросам по каким-то которые не ждут отлагательства вы можете принять любого жителя города ну да я сразу утвердил график приема граждан то есть среда это полностью день принимаем граждан я во все другие рабочие дни согласно графику принимают и помощники и заместители но если вопросы не терпят отлагательства и никто кроме кроме прокурора ваш вопрос решить не может безусловно лицу которое принимает вы обращаетесь и не доводят если сейчас нет никакого совещания безусловно я всех граждан приму